Всем привет! Илюшка, здоровайся! Смотрите, какой красавчик! Он говорит, мама, я как Гарри Поттер. Чего, не будешь надевать кофту? Мне просто там жарко. Жарко, да, ты думаешь? Ну, смотри, мне кажется, ветерок, нет? Нет. Давай, девчонок, сегодня пятерку, да, маме, принеси? Когда она уже уровня, кажется, не начнется, я уже, кажется, пятерку буду. Пятерка, ты мой красавчик. Девчонки, ну очки ему хорошо, мы уже вроде привыкаем. Давай, Зая, удачи тебе. Позвонишь, когда идешь, ладно? Давай, люблю. Да, телефон я положила тебе, Зая, положила. В кармашки, как всегда. Давай, пока. Девчонки, сегодня впервые он пошел в школу в очках. Честно говоря, переживаю так, ну чтобы, знаете, его не обзывали. Есть же все равно дети такие, вот как-то. Мы его настраиваем, что типа не обращаем внимания. Девочки, я еще в ночнушки хожу, сейчас буду переодеваться. Хотим с мужем поехать кое-что из продуктов взять, прогуляться, потому что давно мы не были одни, ну я имею в виду дети были. Темка у меня в садик ушел, Илюшка в школу пошел, так что у нас есть время. И буду как раз снимать для вас влог. Ребят, я уже тоже оделась, одела свои кроссовки Adidas, которые вот последние покупала, кеды. Джинсики, футболочка белая и вот такая вот корешка моя. Все, Макс меня уже ждет, поехали. Мы уже приехали в город с Максюшкой. Идем, на парковку не стали машину ставить, здесь нам в один магазин надо было, и решили пешочком прогуляться. У нас солнышко, так хорошо, ребят, шикарная погода. Еще все бассейны, все работает, море, кстати, полное. Сейчас, если мы поедем на Казачьи за продуктами, может, заеду, сниму вам море. А мы идем в Адлер, я хочу Илюшке посмотреть кроссовки, потому что у него, которые мы покупали тряпочные, ребят, он их все стер до дыр. Хочу в дисконте кожаные какие-нибудь посмотреть. Вот такие кроссовки для физкультуры, да, для улицы, девчонки. Макс нашел. Сколько они говорят, что 1800, по-моему, стоит. Ну, и что такие, посмотрим. Ну, это не на выход, да, это чисто вот на улице. Гулять, да. Кроссовки оплатили, и Макс говорит, иди померяй что-нибудь. Я говорю, да, я девчонкам пойду что-нибудь померю. Он поехал за машиной, сейчас приедет, меня заберет как раз. Ребята, я пойду что-нибудь примерю. У нас, правда, здесь в плазе вообще магазинов с одеждой нету. Ну, пойдем, что найдем? Золу пойдемте. Я хочу кожаную юбку, эко-кожу посмотреть. Может, свитер какой-нибудь. Пойдем посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Так, девчонки, я в Золе, меряю вещи. Вот этот свитер стоит полторы тысячи. Классный вообще, офигенный свитер. Систематически проводится дезинфекция. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Другие Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И кепочка 600 рублей. Очень классное пальто. Такое прям хорошего качества. И модное сейчас. Вот это модно. Свет вот этой девчонки очень модный. Как оно стоит, интересно. Есть динамические. Прикольно. Кстати, вот столько стоит. Хорошее качество. Кстати, у Остин вообще прикольные вещички. Такие там прям моднявые. Ну, а не ценник тоже не дешевый. Как, наверное, Зара. Чуть дешевле Зары. Но качество хорошее. Девчонки, как вам пальтишка? Курточка белая, прикольная. А меня Макс уже ждет. Мы едем за продуктами. Мы хотели поехать в этот... На Казачку. Ребята, в итоге нас заманил опять семейный магнит. Нам так в тот раз понравилось здесь. Все так цивильненько, культурненько. Ну, не как раньше, знаете. И мы, короче, с Максом опять приехали в Гипер. Ты был, тебе же который нравился. Олдспайс ты пользовался, а тут на него с распродажа смеси. Да, я не знаю. Но его... Попробуй вот этот вот прозрачный. Не хочешь попробовать? Олдспайс. Ну, такой. Нет. Он пятна не оставляет. Прикольные для сыпучих. Можешь взять себе поменять. И цвет под мою кухню подходит. Прикольные. Пластмассовые. Сколько? 159 рублей стоит. Пельменница. Девчонки, помните, как я пельменницу купила, неправильно ей раскатывала? Это пластмассовая. Для салатов. Прикольная. Макс, давай вот такую возьму с крышечкой. У нас иногда остается что-то, крышек вечно нет. Такую, одну маленькую давай возьму. Может, и большую взять? Вот знаешь, бывает, еда осталась, да? Да, там сколько часа. Ну да, давай одну маленькую тогда возьму. Прикольная. Я все хочу вот такую форму себе взять для кексов. Но меня останавливает то, что сейчас, если я возьму, я начну выпекать каждый день их. Девочек сколько выбрал. Ну, чтобы душа... Красивых я не вижу, девчонки. Есть, но не очень. Обычные такие, на повседневку. Что, пошли за продуктами, или нет? Нет! Стой! Это для чего ключ? Еще надо ключ. Готову тебе потом посмотреть. Так, мой любимый комет. Что ты выберешь там, возьмешь. Мы уже едем на второй этаж, сейчас выберем продукты. Ну так, по мелочи. В принципе, мясные изделия я здесь не беру, ребят. Я беру такое колбаски, молбаски, вкусняшки, пончики. Пончики, пончики. Вот, так что это. Сейчас все купим, и Макс мне сказал, поедем кофе пить на набережную. Обещал. Мясо не доставала, не размораживала. Давай, наверное, возьму. Слушай, а может, и чебурека взять? Или только эти, перемешивай. Чебуреки можно тоже вкусно сделать. Давай, и чебуреки возьму. Парш свежий здесь, сейчас возьму. Агрокомплекс. Главное, чтобы сроки были нормальные. Двенадцатая, вот этот более-менее. Нравится вот эта витрина вообще. Какая красота. Ребята, вообще, как за границей у нас. Помидорки здесь. А зелень прям вся такая красивая. Нужно взять кинзочки. Ой, как вкусно пахнет. Лучок зеленый. Вообще, красота. Возьми, Тёмка любит, да. У нас Тёма поедатель икры кабачковой. Макс сразу увидел, говорит, надо икру кабачковую. Вкусные были. Он, наверное, вот здесь и берет, перепродает. Тут они 89, а он по 120 продает. Другие вообще даже не это. Вот это самое тут нормальное. Да, Тёмка любит. Я, кстати, девчонки опять взяла яйца вот эти. Мне так они понравились. У них желток желтый-желтый. Пока колбаски берет, там пока это не нравится. В разные пакеты по два штуки, Макс? Да. Возьму одинаковые, а то же ещё подерутся. Где-то два таких, наверное, возьми. Так, и взять лучше им, вот, смотри, какие булочки с этим, со сметаной. Нет? Блин, ну тут пончики реально очень вкусные. Молодцы. Так, Макс, что, возьмем вот такие? Или не надо взять? Я бы сама сейчас заточила в такую булочку. Ой, вообще какие красивые. Всё, мы заказали, сейчас уже домой едем. Кстати, тучи что-то, да, Макс, смотри? Съехали на морпорт. Что-то такие тучи у нас вообще, смотрите, идут. Наверное, дождь будет. Идём пить кофеёк. Чаёк, кофеёк. Макс, пойдём вот сюда наверх? Столики. А вид какой шикарный. Макс, давай здесь сядем. Здесь никого нет, и ветерок так здорово. Вообще кайф. Красота. Такое местечко прикольное. Будете здесь обязательно посетить. Карма называется. Смотрите, какой вид открывается. Вообще шик, шик. А я себе кофеёк взяла, капучино. Максюша не хочет, говорит, не хочу. Портить аппетит, домой приеду, буду кушать. А я капучино, ребят, и какао. Смотрите, шоколадка. Она натуральная. Здесь всё натуральное. Буду пить кофе и наслаждаться таким шикарным видом. Вообще красота. Макс, смотри, какие тучи. Наверное, сегодня будет ливень какой-то, да? Здорово здесь. Как же здесь здорово, Максим. Как мы раньше сюда не приходили? Местечко обалденное. И капучино, кстати, очень вкусное. Девчонки, я сегодня шикую. Я вообще на своём питании капучино себе не позволяю, честно говоря. Ну, только утром. А сегодня кофе утром выпила, ещё капучино. А вот эти вот шоколадки, батончики, они очень вкусные. Они идут, видите, натуральные. Тут орех такое всё. Очень вкусное. Вид здесь обалденный, шикарный. Такая красота. Шикарненько. Шикарненько. Макс говорит, ты меня уже заколебала. Девчонки, вы так же или только я такая? Я, если нахожу какое-нибудь крутое, красивое местечко, я всегда его заколёбываю. Сфоткай меня вот так, сфоткай меня вот так, вот так. Ну, тут правда красиво. А сейчас я ещё сижу, вот здесь летит самолёт. Из-за туч красивой. И сидит мой прекрасный муж, наблюдает за свершением природы и такими красивыми туч. Девочки, настроение хорошее. Представляете, перед нами, короче, в магните дяди Абхазы, ну, Абхазы, ребята с Абхазии тарились, короче, маслом. И купили, наверное, короче, у него в итоге чек вышел на 35 тысяч. И он, ему дали вот такой пакет этих крепышей. Ребят, крепышей. Максу говорю, представляешь, говорю, нашим мальчишкам этих крепышей сейчас этот пакет. Я думала, может, он, знаете, скажет, мне не нужен. Нет, забрал. Видимо, мальчишки его тоже дома ждут с крепышами. Ну, они, видимо, перепродают масло или не, ну, не знаю, не важно. Я к тому, что крепышей столько было. Да, вообще, дети сегодня радостные будут. Мои все собирают этих крепышей. Видишь, поднимается, наверное, тучу гонит. Красиво. Шикарный видок. А вот это прям хендмейт. Так красиво столики сделали вообще. Очень круто. Ну, все, мы уже домой, потому что скоро Илюшка придет со школы. Вот что-то ветер разбушевался. Домой. Сейчас покажу вам. В принципе, мы много ничего не покупали. Ну, как бы много не покупали, но три вот за все, три с чем-то я отдала. Так, ребят, начну с того, что я купила вот это тесто для чебуреков и тесто для пельменей. Я иногда практикую. Я знаю, что я умею готовить сама, но иногда, когда быстро надо, ребят, я беру. Мне нравится это тесто, но единственное, что с ним нужно быстро. С ним нужно быстро. Приготовили, покушали, то есть, ну, как бы, ложить в морозилку я не рекомендую. Надо на один раз. Поели и забыли. Когда из морозилки будете эти пельмени доставать, они не будут уже такими вкусными, как когда вы сразу приготовите. Так, дальше. Ну, это мы частенько берем. Иногда у нас в морозилке лежит. Она вкусная. Девчонки, вкусная. Лоткер, как бы, мне нравится. Пончики мальчишкам. Молочко им взяли. Взяла фарш. Это агрокомплекс. Вы знаете, что я к агрокомплексу... Мне нравится. Я продукцию беру. И фарш тоже иногда, когда быстро надо, я тоже беру. Сейчас добавлю сюда лук. Кинзу. И будут у меня на... Как раз пельмени буду лепить. Или эти чебуреки сделаю. Дальше купила сахар. Кетчуп был на распродаже. Иногда беру тоже. Ну, это видели. Баночку икры взяла. Взяла вот эти штучки. Будем делать пасту какую-нибудь. Взяла себе айсберг. Это готовый завтрак. Мальчишки иногда кушают молоком. Сыр президент. Это мальчики мои тоже любят. Масло взяла. Масло еще сливочное взяла. Ну, это для жарки, а это для бутербродов. Это йогурты. Любимое масло, которым я всегда пользуюсь. Девочки, взяла вот такой чай. Черный. Пакетированный. Свои любимые вот эти штучки. Это комет и доместост. Что я еще взяла? А, взяла яйца. Мне понравились. Очень желток такой. Желтый. Хорошие такие яйца. Очень хорошие. Так, и взяла вот эту штучку. Хотела побольше, но мне складывать некуда. Иногда, знаете, ешь, что-нибудь остается. И как раз положить и в холодильник убрать. У меня нету с крышкой. Все крышки почему-то растерялись. В принципе, больше ничего. И вот такие еще сладкие булочки. Больше ничего не брали. Сейчас буду убирать. И будем с вами лепить пельмешки. Так, девчонки, Илюшка мой пришел уже. Вкусает пончики со мной. Мой красавчик любимый. Девочки, сегодня принес 5-5, да? 5-5 получил? Что-то мы криво как-то с тобой выглядим. Так, я села. Значит, сделала фарш. Фарш у меня я как делала? Тут у меня вот фарш, что мы с вами купили. Сюда они этот... Лук, перец. Лук на терке, перец и соль. И все. И сейчас мы лепим. Сейчас у нас, кстати, такие тучи. Макс пошел за этим, за Темкой. Потому что, говорю, иди потом, как ливень пойдет, потому что очень страшные тучи. Так, ну что, рассказывай. Я специально включила камеру. Хочу, чтобы ты рассказал, как дети отнеслись. Хоть кто-нибудь что-нибудь говорил? Сегодня же ты первый раз. Ножку опусти, Зай, ты же за столиком. Кто-нибудь хоть что-нибудь сказал? Вообще никто ничего не говорил? Ну, видишь, как здорово. А ты... Я, честно говоря, ребят, я переживала за Илюху. Переживала, что... Знаете, дети. Ну, сами знаете, да? Просто, может, не со зла. Ну, что-нибудь скажут. Илюшка расстроится. Честно говоря, переживала. Пальчики не облизывай, Илюш, так некрасиво. Рассказывай, что было сегодня в школе? Ну, наверное, по-русскому вроде изучали тему. Какую? Забыл? Застеснялся. Сейчас Тёмка придёт. Пельмени будем кушать, да? Дождик идёт. Дома все. Так здорово. Люблю такое время года. Значит, всё нормально, да? С очками. Ну, и слава богу. Сегодня, представляете, пришла, говорит, ещё одна девочка. У них, получается, в классе сколько человек в очках ходит? Я? Шесть, по-моему, да? Два деда. Шесть? Ну, вот, видишь. Это всё что? Из-за чего? Пять. Где-то шесть. Её, говорит, ещё одна девочка пришла. Варя. У них есть девочка Варя. Такая девочка классная. Она, кто меня смоет, с первого класса, Илюха с ней, её посадили. Илюха с ней не выстоял. Она такая девчонка, знаете, пухленькая, ну, симпатичная. Просто пухленькая такая. И, знаете, она из той категории девчонок, которая коня на скаку, в горящую избу войдёт. Варя, это точно она. Она, знаете... Она теперь со славой сидит. Со славой, да, сидит? Она говорит... А, нет, сейчас он с Долиной. Он раньше с славой сидел. Она вот так, Илюшка вот так сидел как-то в школе, в первом классе. Она его по руке била, вот так он падал, чтобы он слушал внимательно учительницу. Да? Помнишь? Короче, Варя, это вообще... Потом Илюху пересадили. Видимо, Илюша лучше, хуже стал видеть. Или из-за чего пересадили? Так, уже стал видеть, мне кажется, сейчас в первом классе... Ну, не, а уже в первом классе всё хорошо видел. Ты в первом классе ещё хорошо, да, видел? А потом резко у нас зрение упало. Вот так вот это... Всё, мне кажется, у тебя резко прям после коронавируса упало. Как мы дома сидели, да? И смотрели то телевизор, то планшетку. И сбой пошёл. Да, девчонки, вот такие вот дела. Люблю пельмешки лепить. Ну, порядок. Давай. Давай, давай, попробуй. Давай я тебе дам. Я тебе покажу, как правильно, Илья. Только этот... Давай, мясо я сама положу. Руки у тебя чистые, ты помыл же, всё. Ну, всё, давай. Вот так, смотри. Берёшь. Сначала у тебя мяско. Теперь вот так, смотри. Вот так держишь мяско, прижимаешь. И вот так вот слепляешь. Мяско распредели, чтобы оно в одном этом не было. Вместе. Нет, ты сразу бери, вот так склеивай, Илюш. Склеивай. А потом вот так, смотри, заворачивай. Ребят, ещё это тесто, когда вы лепите, желательно руки в воде мочить. Они слепляются тогда хорошо. Но пельмени, они и так слепляются, а вот чебуреки обязательно в воду это всё. И тогда тесто хорошо слепляется. Сейчас мы быстренько накрутим. О, идеальная, смотрите, пельмешка. Сейчас мы с тобой накрутим, и как раз и будет ужин вам. А я, девочки, себе опять куриное филе поставила. Теперь мне дома будет скучно. А? Дома будет скучно. Почему? Ну, потому что... Сейчас нам не скучно будет. Тебе столько уроков мы сейчас пойдём делать. Тебе же ещё задали этот. Да, наизусть стихи. Да, очень. Но там не то, что стихи, там делается текст. Ого, наизусть текст? Кошмар. Ну, у меня, слава богу, девочки, у меня вот, и мне тяжело давалось учение. Илюха быстро запоминает стихи. Мы с ним вечером вообще быстро раз-раз и выучили стих. Без проблем вообще. Но я даже не смогу. Да, прям, ладно, ты всегда так. Лебедь, щука. Рак и щука? Лебедь, рак и щука. Да, это легко учиться. Это произведение даже мама скажет. Даже если там, не, вот этот текст учится, мы уже текст выучим. Ну, давай тогда будем сейчас уже тогда и учить текст. Ну, давай текст уже вечером. Зай, надо текст, наверное, сразу. Или давай покушаем, да, после школы. Ты отдохни чуть-чуть. Не трожь очки поставить. Сейчас они придут, и мы сейчас с Тёмой, и с папой поиграть в прятки. Поиграйте в прятки. Как раз у папы выходные, он никуда не пойдет. Уже в выходные у него? Да, да. Ну, я думаю, что вам прятки, тебе еще нужно, это, нарисование, сделать фрукты, натюрморт. Лучше попроси папу. Девочки, у нас папа так круто лепит из пластилина. Я надеюсь, учительница, я надеюсь, нас учительница твоя не смотрит. Вот ты сейчас узнаешь, что папа тебе тут лепит, помогает. А? Красавчик мой. Ну, больше я за первый класс все я сам делал. Ну, да. Потому что папа два раза, наверное, уже сделал. Ну, да, уже три. Ну, за первый класс я уже все сам делал. Ну, да. Ну, что, пойди, иди отдыхай, наверное, уже покушал. Или что, может, больше еще? Вот еще булочку мы такую купили. Нет, ну, потом. Потом? Давай тогда эти пончики на утро оставим, на завтра. Я хочу еще поговорить. Поговорить? О чем? Не знаю, просто посидеть. Ну, сиди. У нас там вот есть мальчик. Ну, я-то опять пять получила. Да, представляете, я так горжусь. У нас по словарным словам диктант был. В первый раз Илья получил пять-четыре. Но пять-четыре за то, что он дорога. Второе слово написал с большой буквы. Надо было с маленькой. Она подчеркнула, конечно. Конечно, это ошибка, да. А сегодня пять-пять. Молодец. Умничка. Я очень горжусь. Вообще молодец. Учиться надо, сынуль. Сейчас я всегда своим детям говорю, что учеба превыше всего. Учеба – это учение свет. Правильно, девочки? Я очень хочу, чтобы все-таки побольше все это. Кстати, у нас завтра дополнительные английский сейчас в школе сделали. Я так рада. У него сейчас пять часов в неделю будет английского. Это очень хорошо. Пять часов английского – это прекрасно. Я думаю, что будет хватать вполне, чтобы более-менее существовать и программу не упустить. Да, Илюш? Завтра, кстати, у тебя начинается первое дополнительное, а потом уже все уроки пойдут. У тебя завтра два часа английского сразу будет. Почему два часа? Ну, ты идешь первое на дополнительное, а второе уже будет у тебя школьный английский. Завтра первый английский. Да, первый и второй английский. У тебя много английского завтра будет. Так, уже первую порцию поставила варить. Сейчас еще дальше леплю. Ребят, ну, в принципе, на сегодня у нас уже ничего интересного не будет. Сейчас будем кушать, ужинать и, конечно же, уроки. Так что на сегодня всем пока-пока. Всех ценю, люблю, смотрю. Ставьте лайки, подписывайтесь. И дальше у нас будет много интересного. А на сегодня все. Пока-пока. Продолжение следует.